Добрый день, Глубоко Желаем Президиум, уважаемые коллеги. Ну, в принципе, моя лекция, наверное, такая будет вводная, и поэтому без интерактивного голосования она будет представлять в основном такие данные исследований, данные современных стандартов, а в дальнейшем уже мы перейдем в последующих сообщениях к голосованию по клиническим случаям. Что же изменилось в лекарственной терапии осветок клетчатого рака почки? Мы знаем, что, к счастью, это злокачественное образование, при том, что находит десятку наиболее часто выявляемых злокачественных опухолей в популяциях, но является такой мишенью для различных видов терапии, как таргетной, так и терапии с использованием ингибиторов иммунных точек контроля. То есть, в принципе, это благодарная в некотором понимании опухоль, лекарственные подходы которого обновляются буквально каждые, наверное, полгода. Поэтому в своей презентации я буду ссылаться на рекомендации НССН, потому что, в принципе, эти рекомендации являются тоже наиболее динамично обновляемыми и наиболее скандактонко отражающими меняющиеся тенденции в лекарственной терапии многих злокачественных опухолей. Ну, прогресс, в принципе, он отчетливый, особенно на протяжении последних 10-12 лет. В настоящее время зарегистрированными являются за последние, как раз в 10-12 лет, не менее 10 таргетных препаратов, не менее 2 иммуно-онкологических препаратов. Поэтому, безусловно, арсенал у нас в отношении лечения больных раком почки очень широкий. И, конечно, мы часто соединены просто доступностью этих препаратов, а не нашими знаниями и просто представлением данных препаратов в арсенале. Напомню буквально такие базисные вещи о том, что выбор лечебной тактики больных раком почки обусловливается советным учетом факторов прогноза. И если наиболее такая вот ранняя градация факторов прогноза, критерии Моцера так называемые, были разработаны с участием пациентов, получавших интерферон-альфа в клинических исследованиях, то уже более поздняя, более, скажем так, современная классификация критерии Хэнга, которые были разработаны уже у больных, получающих таргетную терапию, антионкогеновый препарат, антиингибиторами факторов, ингибиторами таргетиноза факторов, антериального фактора роста. Здесь мы видим, помимо пяти уже известных факторов прогноза, прибавились еще и повышение уровня нитрофилов и уровня тромбоцитов. И напомню, что драматически различаются кривые выживаемости больных, имеющих или не имеющих совокупность этих независимых факторов прогноза. Если факторов прогноза неблагоприятных нет, то есть 0 баллов, то выживаемость, медиан общей выживаемости пациентов достигает 43 месяцев. Если имеются факторы промежуточного прогноза, это буквально 1-2, это уже промежуточный прогноз, в 2 раза ухудшаются сроки жизни пациента. И 3-6 факторов, факторы неблагоприятного прогноза, до 8 месяцев, то есть буквально в 6 раз выживаемость пациентов уменьшается. Поэтому, безусловно, факторы прогноза – это очень важный механизм, который помогает нам выбрать наиболее адекватный вариант лечения. И как раз такие рекомендации НССН, это вот самые поздние уже рекомендации, как раз они учитывают, мы видим, группы прогностические, благоприятный и неблагоприятный прогноз. И мы пойдем по плану, начнем с первой линии терапии. У больных, не имеющих неблагоприятных факторов прогноза – это больные, здесь отмечено, выделено на слайде. В принципе, стандартом являются наши уже, так сказать, хорошо известные препараты – тирозинкеназные ингибиторы, сосудистантериального фактора роста, сигнального пути – это суметиниб и позапонибы. Примерно сопоставимые эффективности препаратов, ну, в чем-то преимущество позапониба может быть по качеству жизни, по переносимости, но в целом и медиана длительности ответа, и частота длительных ответов, и медиана общей выживаемости, достигающая, в принципе, двух лет, она сопоставима у данных препаратов. Напомню, что артериальная гипертензия, которая является одним из основных осложнений данной группы препаратов, является тоже независимым предиктором уже лучшего эффекта лечения. И мы здесь видим слайды, отражающие выживаемость пациентов, получавших и акситиниб, и суметиниб, препараты этой группы. Мы видим, что сроки жизни пациента в зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипертензии различаются многократно. То есть развитие артериальной гипертензии – это, так сказать, нехорошо, потому что дополнительная проблема для пациента и для врача, но в целом это благоприятный фактор, который отражает высокую ожидаемую эффективность первой линии таргетной терапии. Если же мы говорим о больных промежуточным и плохим фактором риска, а это большинство пациентов, то есть 75% пациентов имеют по меньшей мере один неблагоприятный фактор и уже относятся к данной группе, то здесь категория 1 доказательности – это уже комбинации пилюмаба и неволумаба, то есть то, что буквально в прошлом году было доложено на результаты клинического исследования третьей фазы. И также новый препарат в этой позиции – Кабазансиниб. Напомню, препарат в Российской Федерации не зарегистрирован, но он буквально на протяжении последнего года перешел из препаратов второй линии в терапию первой линии больных неблагоприятным и промежуточным фактором прогноза. На основании чего мы включили, не мы включили, жизнь включила клинические исследования, включили комбинацию препаратов в первую линию. Мы знаем, что иммуногенность рака почки, она, безусловно, это, в принципе, одна из, наряду с меланомой, одна из моделей для изучения ингибиторов иммунных в точек контроля и других иммунологических подходов. Поэтому, безусловно, также мы знаем о неволумабе, о котором я упомяну, говоря о второй линии. И поэтому, безусловно, все основания были для изучения препаратов этой группы, ингибиторов контрольных точек иммунитета, в терапии первой линии. Здесь мы видим исследования с участием большого количества пациентов, более тысячи больных, которые не получали ранней лекарственной терапии, имели доступный для оценки уровня PD-L1 опухолевый материал, были рандомизированы на стандартный вариант терапии с унитенибом и на комбинацию эпилемумаба и неволумаба. И здесь сразу обращу внимание, что доза эпилемумаба выбрана меньше, чем привычная нам и чем используемая в терапии больных меланомой в комбинации, 1 мг на кг веса, что, в принципе, конечно, привело и к облегчению спектра, уменьшению спектра токсичности препарата. И основной задачей была оценка и объективного ответа, и выживаемость без прогрессирования, и общей выживаемости у больных промежуточного и плохого прогноза. И, в принципе, у этих больных комбинация препаратов продемонстрировала безусловную эффективность. Мы видим объективный ответ 42% по сравнению с 27% в группе с унитениба. И, что очень важно, это полные регрессы, 9% полных регрессов. Это, в принципе, такой маркер выживаемости пациентов, достижение полного регресса, особенно для иммуно-онкологических препаратов. Поэтому здесь комбинация также продемонстрировала эффективность. И длительность ответа мы также видим для с унитениба 18 месяцев, для комбинации препаратов медиана длительность ответа пока еще даже не достигнута. Если мы говорим о выживаемости без прогрессирования, то тенденция к преимуществу выживаемости без прогрессирования, отмеченная для комбинации тоже, по крайней мере, медиана на 3 месяца превышает аналогичную в группе с унитениба. Но более отчетливо, конечно, различие в общей выживаемости. Основная наша цель – это, конечно же, общая выживаемость пациентов. Мы видим, что у пациентов, получающих суммитениб, то есть контрольная группа медиана выживаемости, традиционно составила чуть больше, чем 2 года, для комбинации медиана еще не достигнута. И очень важная позиция – это различие в показателях и объективного ответа, и выживаемость без прогрессирования в зависимости от уровня экспрессии PD-L1. Мы помним, и я об этом еще раз упомяну, что Нибулумаб во второй линии эффективен, независимо от уровня экспрессии PD-L1. А в этой ситуации, в этой позиции, комбинация препаратов у больных, имеющих уровень PD-L1 более 1%, имеет и большую частоту объективных ответов, практически трехкратное превышение – 58%, и различие значительной выживаемости без прогрессирования. Медиана выживаемости у этих пациентов, получающих суммитениб, составляет полгода, а у больных, получающих комбинацию, достигает практически двух лет. То есть, в принципе, наверное, такая возможность индивидуализации, выбора пациентов, не только имеющих промежуточный плохой прогноз, но и, возможно, экспрессию более высокую PD-L1, может быть, в этой ситуации будет продвигаться рекомендации. Хотя в настоящее время таких ограничений нет, и эта комбинация, она зарегистрирована именно в качестве терапии первой линии, вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1 у больных промежуточным и плохим прогнозом. Вот тоже, буквально, может быть, для информирования, еще раз напомню, особенность этого исследования, небольшая группа пациентов, до 25% больных, имевших хороший прогноз, участвовавших в этом исследовании, не имели выигрыша от применения комбинации. То есть в группе больных благоприятного прогноза, не имеющих факторов негативных, суммитениб остался также на превалирующей позиции и в отношении ответов, и в отношении выживаемости без прогрессирования. Второй препарат, который сейчас действительно попал в первую линию, предпочтительно первую линию терапии у больных промежуточным и плохим прогнозом, это кабазантиниб, о котором мы знаем, что это мультитаргетный агент. В принципе, разумеется, все направления таргетной терапии, они, конечно, идут в сторону расширения диапазона, да, и повышение аффинитета, повышение выраженности связанных тех или других молекул, тех или других сигнальных путей. И здесь кабазантиниб – это блокатор и VGFR, и МЕТ, и ряд других сигнальных путей. Это производит такой комплексный синергетическое подавление и ангогенеза, и других механизмов жизнедеятельности опухоли. И мы знаем позицию кабазантиниба во второй линии, он превышает по своей эффективности веролимус, привычный нам уже, в принципе, покинувший, наверное, позиции стандарта второй линии. И в исследовании, которое буквально позволило в декабре прошлого года внести кабазантиниб, одобрить в VGFR и внести его в рекомендации первой линии, это исследование второй фазы с участием малого количества пациентов, 157 всего пациентов, где кабазантиниб уже сравнился в первой линии терапии с суметинибом. И характеристики этого препарата позволили повысить и частоту объективных ответов практически в 2,5 раза чаще, чем в группе суметиниба, и привести к повышению показателей выживаемости без прогрессирования. И на основании уже этого исследования второй фазы кабазантиниб уже занял позицию в первой линии терапии в качестве таких вот наиболее предпочтительных опций. Ну и, разумеется, какая бы ни была эффективна первая линия, мы это тоже знаем, развивается резистентность из-за того, что активируются другие сигнальные пути, позволяющие, скажем так, обойти вот основной путь, контролируемый, соответственно, интериальным фактором роста. И плюс еще понятие первичной резистентности. Какие бы ни были эффективны таргетные препараты, примерно треть больных изначально не отвечает на эти препараты. Поэтому вопрос о том, что делать дальше при прогрессировании или при первичной резистентности, это, разумеется, поиск других, использование других препаратов. Их, к счастью, достаточно много. Здесь показаны препараты второй линии и предпочтительные режимы, и возможные другие комбинации. Сразу напомню, что, в принципе, все таргетные препараты могут использоваться в первой линии, и препараты этой же группы, ингибиторатерозенкиназ, используются во второй группе, во второй линии, потому что полного отсутствия эффекта при переходе на препараты той же самой группы для рака почки не описано. Ну, такие вот рекомендуемые препараты второй линии – это, то, что я говорила, высокоафинные, высокоселективные препараты – это оксетениб, кабазонетениб, о котором мы уже упоминали, и линвотениб в комбинации с эверолимусом. И в отличие от препаратов, таргетных препаратов первой линии, они уже обладают способностью блокировать сигнальные пути и сосудистонетериального фактора роста, и фактор роста тромбоцитов, и фактор роста тромбоцитов, фибробластов, кит и так далее. То есть, в принципе, действительно спектр у этих препаратов уже более значительный. Ну, я просто буквально упомяну, что аксетениб сравнивался с сарафинибом во второй линии, показал свою эффективность, кабазонетениб, о котором мы уже говорили, сравнивался с эверолимусом, ингибитором МТОР, и также продемонстрировал своё преимущество. Поэтому эти препараты, они уже являются такими официальными препаратами второй линии. И вот эта интересная комбинация, которая в 2016 году была зарегистрирована, комбинация линвотиниба, мультитаргетного блокатора ряда сигнальных путей, и в комбинации с эверолимусом. Мы видим, что линвотиниб, здесь сравнение с сарафинибом, он блокирует, скажем так, многократно превышает способность к блокаде, в десятки, даже в тысячи раз, блокирует сигнальные пути, контролируемые и ВИДЖФР, и фактором роста тромбоцитов. И поэтому комбинация двух препаратов, линвотиниба и эверолимуса, она обеспечивает синергетическое подавление сигнальных путей, которые обусловливают ангиогенез, по крайней мере, два сигнальных пути. Двойное воздействие производится на сигнальный путь МТОР и эверолимусом, и эверолимусом, и эверолимусом, и плюс ещё оказывается прямое противопухолевое действие. То есть, в принципе, ожидаемая эффективность комбинации высокая, и она подтвердилась в исследовании тоже второй фазы, несмотря на малочисленность больных в этом исследовании и вторую фазу исследования, на основании этих данных комбинация уже была зарегистрирована в качестве рекомендуемых. Здесь мы видим 153 больных, которые получали не меньше одной линии антиангигиенотерапии, рандомизированы на комбинацию препаратов, на монотерапию линвотинибом и на монотерапию эверолимусом. И в этом исследовании комбинация препаратов продемонстрировала значительное превышение медианной выживаемости без прогрессирования. Практически в три раза выше, чем медиана для эверолимусов, в два раза выше, чем медиана выживаемости без прогрессирования для линвотиниба. При этом обратите внимание, что длительность терапии составила всего 7,5 месяцев при использовании комбинации, а медиана выживаемости превысила медианную длительность терапии в два раза. То есть даже пациенты, которые зачастую прекращали терапию из-за токсичности лечения, потому что комбинация достаточно токсична, у них эффект реализовывался и в том числе проявлялся в увеличении выживаемости без прогрессирования. И, в принципе, очень высокое число объясненных ответов для препаратов второй линии – 43% по сравнению с 6% для веролимуса, которые, в принципе, разумеется, неудовлетворительные. У нас опыт небольшой клинический использования данной комбинации, но он тоже есть. Больной, в принципе, стандартная ситуация, довольно молодой мужчина, светоклеточный рак почки, первая линия терапии по поводу семенированной болезни с лимитенибом в течение двух лет с хорошим эффектом и прогрессирование, в общем, довольно бурное прогрессирование с клиническими симптомами, с явлениями осыта, с поражением печени. И этому пациенту была рекомендована и назначена комбинация лимитениб и веролимуса и довольно быстрая реализация эффекта. Уже через два месяца выраженное уменьшение опухолевых очагов и через четыре месяца приема частичный регресс, достигнутый, который сохранялся в течение практически года. Есть данные МРТ малого таза, регресс со стороны подвздошных лимитических узлов. То есть, в принципе, токсичность у этого пациента была невысокой, то есть не превышала вторую степень токсичности, поэтому необходимости влюцированной дозы у этого пациента не возникало. И вторая линия терапии, тоже перейдем уже к иммунным точкам, к ингибиторам иммунных точек контроля. Это известно нам неволомаб. В принципе, мы уже о нем знаем, о его, скажем так, бесспорной и, наверное, уже такой незыблемой позиции во второй линии терапии, поскольку исследование даже было завершено досрочно, исследование по сравнению неволомаба и виролимуса, из-за того, что даже при первом анализе уже было доказано, что неволомаб превышает виролимус по показателям общей выживаемости пациентов. Мы видим практически на полгода медиан общей выживаемости больных, получающих неволомаб, выше, чем в группе виролимуса. И уже данные трехлетнего наблюдения, 40% больных, получавших неволомаб, живы в течение трех лет по меньшей мере. И, в принципе, кривые, выходящие на плато, они тоже характерны для ингибиторов иммунных точек контроля. Наш опыт применения неволомаба, ну, скажем так, более значительный, благодаря участию в программе расширенного доступа к препарату больных, прогрессировавших после одной линии антиогенотерапии. И то, что мы обращали внимание у наших пациентов, это все-таки удовлетворительная переносимость, и все пациенты сами отмечали более благоприятность эффекта токсичности по сравнению с предшествующей терапией ингибитора матеразинкиназ и достижение и полных, и частичных регрессов, и длительность эффекта. Здесь вот наши пациенты, два пациента, у которых эффекты практически три года сохраняются. 32 месяца эффект продолжается, 34 месяца эффект продолжается. Почему-то вестеральные метастазы, поражение легких, поражение внутригрудных лимфатических узлов. В принципе, конечно, не волумап, он, наверное, такое неспалимое место во второй линии терапии он занимает. Здесь такая сводная таблица, это, разумеется, непрямое сравнение. Примерно сопоставимые показатели и чистой абзинных ответов, и медианной выживаемости без прогрессирования, и медианной общей выживаемости. Здесь, конечно же, такие вот показатели чистой абзинных ответов, они в комбинации линоматениба и виролимуса, они выходят, конечно, вырываются вперед. Поэтому комбинация, по мнению многих экспертов, является такой терапией выбора у больных с бурным прогрессированием и в то же время с таким довольно приличным общим состоянием, чтобы токсичность терапии была переносимой для пациента. Возможность коррекции дозы, возможность отсрочки циклов, она существует в комбинации, и она не сказывается на уменьшении эффективности. Буквально телеграфно о том, что происходит сейчас в плане исследований. Разумеется, комбинации ингибиторов иммуноточных контроля и таргетных препаратов изучаются очень активно. Здесь комбинация отезолизумаба с бивоцузумабом или без него в сравнении с уменьцинибом у больных в качестве первой линии терапии. Это исследование второй фазы изначально было запущено. Около 300 пациентов, рандомизированных на вышеуказанные группы. И видно, что комбинация отезолизумаба и бивоцузумаба, то есть получаясь таргетного препарата и ингибитора ПДЛ-1, она привела и к увеличению медианы общей выживаемости, и к увеличению частоты активных ответов, особенно у больных, имеющих экспрессию ПДЛ-1. И поэтому это явилось основанием для инициации исследований уже третьей фазы, где уже сравнивается только комбинация отезолизумаба и бивоцузумаба с уменьцинибом. Большое количество пациентов, то есть репрезидентативные, конечно же, исследования, и пока имеются данные о медиане выживаемости без прогрессирования. Она, в принципе, достигает уже почти одного года, что, в принципе, отражает ожидаемую эффективность данной комбинации. Комбинация рейдома и бивоцузумаба и бивоцузумаба – исследование первой и второй фазы, комбинация препаратов, основная цель – это оценка длительных ответов, частоты длительных ответов. И мы видим, что практически у всех больных, которые принимали участие в этом исследовании, 30 больных, но это пилотное такое исследование, у всех отмечен регресс в уменьшении размеров опухолевых очагов. То есть, в принципе, комбинация таргетного препарата и ингибитора ПД1, она, безусловно, имеет большой потенциал и требует дальнейшего изучения. Выживаемость в прогрессировании у всех пациентов достигла полутора лет. То есть, в принципе, эффект достигается практически в 100% случаев и сохраняется по меньшей мере в течение полутора лет. Безусловно, это очень оптимистично. И поэтому инициированы исследования третьей фазы, исследования КЛИА, где сравнивается уже комбинация линвотениба-пембролизумаба, уже известная нам комбинация линвотениба и эверолимуса, и сунитениба. Ну, безусловно, интересные результаты этого исследования, которые будут получены в ближайшее время. Исследование монотерапии пембролизумабом в качестве первой линии, исследование второй фазы. Причем здесь интересное исследование тем, что включены в фагорту еще пациенты не с высококлеточным раком легкого. Это проблемные пациенты. Их, к счастью, мало, но, к несчастью, у них практически нет стандартов лечения. Хромофобный рак, папиллярный рак и так далее – это больные, которые, к сожалению, являются такими пасынками в терапии больных раком почки. Ну, здесь оценена когорта больных, получавших больных с сверхоклеточным раком почки, получавших монотерапию пемболизумабом. И, в принципе, то, что нам уже, скажем так, хочется видеть, и мы это видим – чисто объективных ответов и контроль над заболеванием высокая. И медианная выживаемость в спрогрессировании тоже достигает 8-9 месяцев. Поэтому, безусловно, необходимость дальнейшего изучения, ну, не уж необходимость, она просто уже реальная жизнь нам показывает, что комбинация препаратов – это, наверное, то, зачем будущее, да, в лечении рака почки, комбинация таргетных препаратов, иммунных препаратов, ингибиторов иммунных тучек контроля, наверное, тех препаратов, которые будут появляться новых, и, в том числе, продолжение поиска маркеров, которые позволили бы нам выделить из когорты пациентов, которые будут иметь наибольший выигрыш от того или другого вида лечения, и когорты пациентов, у которых, скажем так, у которых можно более индивидуально подбирать виды лечения. И цель, конечно, нашего лечения, если мы говорим о дезиннированном раке почки, это длительный эффект при минимальной токсичности, но и в идеале даже излечения на фоне первой линии, чтобы необходимость в последующих линиях у нас даже не возникала. Благодарю за внимание. Пожалуйста, будут вопросы? Пожалуйста, доклад очень интересный. Спасибо за доклад. Очень интересно. Мы все понимаем, что это все касается чистой... Доклад касается именно светлоклечечного рака почки, но все же я хотел бы задать вопрос о пациентах, у которых имеется циркоматузный компонент. В каких случаях, в каком соотношении этих изменений вы бы использовали химиотерапию в проценте, и в каком случае вы бы использовали обычную таргетную терапию, как для светлоклечечного рака? То есть не меняли бы так? Процент сиркоматузного компонента по данным патоморфологического заключения, да, вы имеете в виду? Да, конечно, да. Ну вот я не встречала таких работ именно в отношении вот этой градации, есть она или нет. Ну, наверное, при большем проценте содержания сиркоматузного компонента мы будем использовать там доксорубицин, гематстабин в таком плане. Если чуть меньше, то, наверное, склонимся в сторону сунитениба, может быть, даже веролимуса, темзеролимуса. Но не могу сказать точно, какой бы процент мы бы... Наверное, мы бы учитывали еще совокупность клинических признаков. Насколько там агрессивное течение, насколько вот характеристики пациента, другие, помимо гистологического заключения. А ваше мнение по поводу... Слушайте, здесь-то на самом деле меня это действительно самого интересует. Я недавно тоже выступал именно по поводу сиркоматурного компонента, и проблема достаточно серьезная, потому что если гистологический компонент, сиркоматурный компонент меньше 10% исследования показывает о том, что мы можем использовать обычное лечение светлоотерапичного рака. Если от 10 до 20, почему-то в данной ситуации рекомендуется использовать химиотерапию, показатели выживаемости значительно выше. А вот больше 20 эффективность химиотерапии тоже крайне низкая. Я предполагаю, что меньше 20 это связано с тем, что просто идет достаточно катастрофическое течение заболевания и не имеет никакого значения, что мы назначим. Вероятно, здесь именно хирургическое лечение будет вариантом выбора. Но вот этот момент от 11 до 20, но вот можно ли верить гистологам, ну, так сказать, конечно, мы верим гистологам, но брать именно вот это процентное соотношение и полностью довериться действительно гистологам. Ну, здесь, наверное, второе мнение всегда нужно рассматривать в таких ситуациях, когда сложные вопросы, мы всегда рассматриваем несколько клиник дальше. Потому что вот у нас есть 10 пациентов с ракомендуемым раком почки, мы назначаем гемзар, эффект какой-то есть, ну, стабилизация процесса, даже у одного есть частичный регресс. Вот, но, может быть, если бы мы использовали сунитениб, тот же самый, например, может быть, было бы то же самое, честно сказать. Вот Александр Константинович, да, может быть. С саркоматоидным компонентом на самом деле все гораздо сложнее, потому что никакая хирургия при саркоматоидном компоненте не работает. То есть и в этом и проблема саркоматоидного компонента, что оперируя этих пациентов, хирургических выгод они не получают, они должны лечиться изначально химиотерапевтически, и для этого есть сегодня предложенные схемы на основе с исплатиной, которые для них должны применяться. Вопрос действительно в проценте, но если они от хирургии не получают эффекта, то прооперированные, они становятся по прогнозу хуже и для химиотерапии. И при этом, а заранее мы не знаем, абсолютно большинство пациентов с опухолю почки оперируются без биопсии, без гистологической верификации, мы получаем материал уже после. Если брать вообще нашу реальность, то мы получаем достаточно поздно, это гистологическое заключение пациента вообще приходит поздно, а саркоматоидный компонент, когда действительно больше 20, это пациенты, которые прогрессируют на глазах, и в основном и местные, в том числе и метастатические. Поэтому вопрос очень сложный, вот это определение особенно 20-30 процентов, еще более сложное, а при этом этих пациентов очень мало, то есть процент этих пациентов как таковой очень низкий. Поэтому понятно, что они абсолютно теряются в рутине и не получают той терапии, о которой мы здесь сейчас обсуждаем. Спасибо. Больные прогрессируют достаточно быстро, а заранее предугадать, какая гистологическая форма будет у пациента, когда он идет на оперативное вмешательство, действительно достаточно сложно. Поэтому проблемы остаются. Гетерогенности опухоли, так же, как и чувствительности. Еще один вопрос можно? Большое спасибо, Анна Игоревна, за ваш прекрасный доклад. Скажите, пожалуйста, какие опции сейчас существуют для больных с популярным раком в почке метастатическим? Существуют ли вообще какие-нибудь опции для системного лечения этого типа рака? Ну, в принципе, эти больные редкими формами, они как-то объединяются вместе. Поэтому и хромофобный рак, и популярный рак, они обычно относятся как раз к несовременно-плизочным ракам, поэтому те же опции используются. Или при более благоприятном течении возможности таргетной терапии, сунетиниб, тамзеролимус, или возможности химиотерапии. Там и доксорубицин можно использовать, и дисплотина, там разные мутации просто в них. И по прогнозу хромофобный рак все-таки гораздо лучше, чем сосочковый рак второго типа. Поэтому меня так лично как раз интересует достаточно часто встречающаяся форма рака почки. Например, у афроамериканского населения Америки, я подбирал это слово, до 25% доходит их доля. В общем, я беспокоюсь о их судьбе, вам этот вопрос задал. Спасибо за дискуссию. Продолжение следует...